Привет всем! Хочу вам представить сегодня Арам Харди. Он после длительного срока жизни в Америке вернулся в Россию. Уже год не занимался спортом, поэтому сразу мы его привели в спортзал. Но на самом деле он основатель Prisma, основатель компании Dasha AI. И кроме этого он помог 350 компаниям позиционировать себя на международных рынках. Я знаю, мне постоянно самый частый сейчас задаваемый вопрос. Оскар, я делаю IT-продукты или я делаю компанию? Почему я должен ее делать на только ограниченный рынок? Я хочу выйти на большой рынок, на американский рынок, на европейский рынок, на китайский рынок. Но у очень маленького количества людей это действительно получается. Люди делают огромные ошибки, базовые, очень вредительные ошибки, когда этот шаг делают. Не знают, как коммуницировать, не знают, как показать себя, не знают, как заявить про себя. Поэтому кого не спросить, только практика, да, соответственно. Тот, кто делал сам для своих компаний, тот, кто делал и для других, и помогал множеству людей. Спасибо тебе большое, что ты готов делиться. Спасибо, что пригласил. Это был первый человек, которому мы призму показали. Ну, Оскар, как всегда. Никогда не сводите до ноль общения с родственниками. Маркетинг, он быстрый. Ты вот купил пользователя, получил. Пиар – это такая длинная история. Твиттер у многих журналистов открыт. Можно просто написать, и они прочитают. И любому маркетологу расскажи, он просто с ума сойдет. Сделка была там в районе 40 миллионов долларов. Ну, вроде как не очень много. 5 миллионов пользователей за 300 тысяч рублей. Просто нужно делать. Где-то я уже это слышал. В пиаре самое главное – это нестандартные подходы, чтобы тебя заметили. Абсолютно. В Москве вообще шикарно. Мы пригласили лучшего тренера, чтобы он показал нам нестандартные подходы. Сегодня с нами Антон, лучший тренер этого зала. Добрый день, меня зовут Антон. Цель вот этого молодого человека – максимально быстро вернуть лучшую форму. Нестандартные подходы. В нашей работе стандартные подходы не работают. Если ребенок не двигается, он не может умственно развиваться. Если предприниматель не двигается, у него будет очень большая часть нейронных связей, не задействована, не приходит. Поэтому нужно всегда двигать свое тело. Очень многие новые идеи приходят во время тренировок. Поэтому я надеюсь, сегодня вы тоже поможете нам раскрыть раму по-новому. Я сегодня хочу вам показать упражнения. Точнее, заставить посмотреть на стандартные упражнения под нестандартным углом. Вся разница в нюансах. Итак, у нас будет несколько упражнений. Мы занимаем позицию, исходное положение, стоя в упоре. Лопатки приведены и опущены. Мышцы живота в напряжении. Вполняем отжимания. Вверх на выдохе подтягиваем колени к себе. Более сложный вариант – можно подниматься на прямых ногах. Там, видимо, все-таки что-то делал, что-то делал. Выдох вверх. Замечательно. Ну, Оскар, как всегда. Следующее упражнение у нас будет – это выпады, но также с опоры на нестабильную платформу. И это поможет нам перенести всю нагрузку на ягодицу, снять нагрузку с поясницы. Мы не используем никакого отягощения, мы используем вес собственного тела, но мы заставляем работать мозг здесь больше. Потому что мы опускаемся вниз, и у нас вся опора идет на ягодицу. Мы не просто поднимаемся вверх, мы еще и тянем себя вперед. Выдох. Главное здесь не торопиться, осознать себя в пространстве, и не делать это механически, а делать осознанно каждое повторение. Хорошее упражнение. Да. Заставляет оставаться сфокусированным. Да, его нельзя сделать быстро, иначе можно упасть. Вот, замечательно. А призма, вы же продали компанию, да, я пробовал? Нет, она до сих пор, ты знаешь, существует отлично. Independent, как говорится, независимая. А почему-то я помню какую-то новость про продажу призма. Ты знаешь, у нас чуть ли не каждая компания хотела купить. Да, у вас же там... По секрету скажу, нам первый оффер прилетел на второй день, как только мы выложили приложение в App Store. Как можно стать самым скачиваемым приложением? Ты знаешь, в нашем случае, так как призма — это виральный продукт, то есть люди хотят им делиться в Инстаграме, ставить хэштеги, то есть сильно заморачиваться на то, чтобы распространять не нужно, нужно сделать так, чтобы люди о нем узнали. Соответственно, наша именно стратегия по продвижению, 90% наших сил, моих сил уходила на пиар. Это больше даже такой пиар на потребителей, да, пошло еще? Конечно, я на продвижение потратил 0 долларов. Итак, мы стоим, можно ногу поставить на полусферу, можно на воздух. То есть задача, мы фиксируем таз, берем противоположную опорной ноге руку, поворачиваемся, касаемся. То есть это добавляет именно функциональность поворота и контроль движения. Если делать без опоры второй ноги, сразу начинает чувствоваться. Да, противоположная рука, правая рука у нас фиксирует прогиб поясницы, опускаясь, мы должны контролировать этот прогиб. Еще равновесие удержать. Да, и стараемся колено не выводить вперед. То есть больше таз назад уходит, отлично, как одно целое. Оскар, попробуй. Я не могу. Прогиб поясницы? Ну, Оскар втянулся уже. Нет, я всегда говорю, никогда не допускайте нули. Да. В отношениях никогда не сводите до ноль общение с родственниками, ну, с важными, да, там, с друзьями. Спорт никогда не ставить на ноль. Абсолютно верно. Ноль это, вот, 15 минут каждый второй день. Лень затягивает просто, на самом деле. Так же, как и спорт затягивает, так и лень затягивает. Если ушел в лень, так... Да, ну молодец, что ты будешь. Тогда что делаем? Пресс. Следующее упражнение у нас для прямых мозживота в основном. Мы фиксируемся здесь. Ноги фиксируем на шведской стенке, но не цепляясь. Выводим таз вперед в состояние падения назад. То есть мы находимся на грани падения. И если я расслаблю пресс, я просто упаду назад. Так, прям низко, да? Немного повыше можно. Ну, Оскар достаточно далеко лег. Такой сложный вариант. Это продвинутый уровень. Финальное я хотел упражнение показать. То есть это имитация жима вверх, на плечи, но под другим углом. Это квайтер. Занимаем исходное положение. Сводим лопатки вместе. Ноги можно отрывать. Всего лишь 2 килограмма. А чувствуется как 10, да? Я думаю, на вот этих вот движениях можно закончить. Это стандартный набор, который я хотел показать, чтобы взглянуть на основные движения. То есть это имитация жима лежа. Мы сделали отжимание, имитация подтягивания. Мы сделали горизонтальное подтягивание. Вместо становой тяги у нас были наклоны стоя на одной ноге. И на пресс у нас было 2 упражнения. Это схватка и скручивание на полусфере. На плечи мы выполнили вот это упражнение. Его называют иногда суперменцем. Ну, Арам, смотри, действительно сейчас очень многие думают, кто делает, особенно кто делает IT-продукты, технологичные компании. И часто они запускаются на российском рынке, на казахском рынке или на белорусском рынке. Но часто их инвесторы спрашивают, почему не пойти сразу в Европу или в Германию, Швейцарию. Почему не Америка в SaaS бизнесах, там почти весь рынок, если ты посмотришь на мировой рынок, это почти всегда там Америка от 50 до 80% мирового рынка. Но это не очевидно. Даже Юрий Мильнер сейчас тоже в своем интервью сказал, что несмотря на всю глобализацию, удаленную работу, если там молодой предприниматель из Африки создает какой-то бизнес для американского рынка, это очень большая редкость. Есть другие какие-то барьеры, культурные барьеры, коммуникационные барьеры, там, не знаю, нету такого доступа, как у других. Как ты это видишь? Ты вот видел и свои компании, и чужие компании, которые делали попытку, да, как бы, выхода, да, так или иначе. Их продукт был релевантен. Предположим, что у тебя есть продукт, который, в принципе, работает, имеет ценность и мог бы сработать в этом рынке, но он все равно не срабатывает. Как ты видишь, какие вот барьеры существуют? Ты знаешь, мне кажется, в целом большой стереотип, что Америка это такой закрытый рынок для нас, что туда, там очень сложно, дорого и денег даже не привлечь. Это у предпринимателей с Америки. Да, да, это вот у российского IT-сообщества, например. И только поэтому люди стартуют, начинают бизнес здесь, идут к нашим VC, привлекают деньги у российских венчурных фондов. Но, на самом деле, самый главный совет, если вы хотите в Америку, не надо начинать в России. Вы можете даже из России начать в Америке. Никто не мешает съездить, пообщаться с... Многие думают, если есть уже хотя бы успех здесь, они думают, это им поможет в Америке. А вот интересно, помогает ли это на самом деле? Насколько релевантно, например, если у тебя там есть три клиента в России, насколько это помогает тебе продать эту историю, там, американским VC или что-то? Ты знаешь, это абсолютно не имеет никакого значения. Ты вот упомянул SaaS рынок, там, B2B SaaS, это огромный такой рынок, очень много продуктов, российских, классных. Где бэкэнд, сама разработка технология суперская. Ну, у нас очень классные инженеры, студенты. Но, как только мы строим фронтенд, это селс, да, это какие-то партнерства, там, собственно, компания и рушится, потому что наши там энтерпрайз-сегмент даже клиентов, взять там огромный, там, Сбербанк, МТС, Мегафон. Если вы имеете таких клиентов, вы приходите в Америку, это не дает вам никакого преимущества. Соответственно… Это ошибка получается. Конечно, это большая ошибка. Нет никакой проблемы приехать в Америку, там, на два месяца, например, обойти всех инвесторов, все фонды, со всеми пообщаться, попробовать привлечь сид. Есть ангел, ангельские классные инвесторы, которые уже находятся в Америке. Или даже найти сразу клиентов, чтобы были локальные клиенты. Конечно, конечно. Ничего не мешает сразу идти в Америку. Даже с учетом того, что границы закрыты, карантин, Zoom, господи, это же, наоборот, новая возможность. Да. Вы можете созваниваться с инвесторами, питчить, ездить. Есть даже, ну, те же акселераторы, например, да, там есть Y Combinator, есть там 500 стартапов, есть куча огромных акселераторов. Есть даже российские акселераторы, которые помогают выйти там на международный рынок. Microsoft, например, делает неплохие вещи. Главное желание. Не надо зацикливаться. Я согласен, но сказать, что это все-таки легко, это тоже не совсем. Потому что я, например, долго жил в Германии. В Германии любая компания, да, вот у нас в регионе, любой человек, который делает любое производство, там, производит какую-то там крышку, да, там, или дюбель какой-то. Вот он, ты производишь вот эту крышку. Это made in Germany, да, это все. Это, это, как бы, это качество, ты получаешь, как бы, аванс, доверие, ты получаешь. И по всему миру твой, вот у меня знакомый продает пластиковые дюбеля, по всему миру они ценятся почему-то, да, потому что вот они из Германии, они считают их, хотя многие тесты уже даже доказали, что они ничем не лучше, чем какие-то там другие. А в России у тебя получается, как будто ты, ну, даже не в России, а весь русскоговорящий регион, я не знаю, как, много кейсов из Армении тоже не появилось. То есть в Израиле есть много кейсов, да, это как 51-й штат Америки или что-то такое, в IT, да. А вот Армения, не знаю, Узбекистан, Казахстан, ну, есть какие-то единичные случаи, да. Ну, в целом, тоже, кстати, есть Photoshop, да, мобильный Photoshop, он из Армении как раз. Пиксарт. Да, да, самый большой мобильный Photoshop. Соответственно, какие-то все-таки барьеры существуют. И я даже, ну, как свидетельство этого, да, я вижу, что очень многие там русскоговорящие ребята в Силиконовой долине, они даже имена и фамилии меняют, да, там Андрей становится Андре, там, или там Станислав становится Стэном, ну, или какие-то они даже, они хотят как-то уйти от вот этого. Есть, опять же, во-первых, это стереотип, что русская или там российская равно плохо в Америке. Наоборот, все, весь мир там, вся IT-тусовка в Америке знает, что у нас классные инженеры. Во-первых, тот же Google и Apple хантят их просто пачками, вот так вот собирают, перевозят и платят им в два раза меньше, но они перформят в два раза лучше. Вот такой небольшой пример. Все мои компании, которые я делал как основатель, как партнер, адвайзер, огромная часть инженеров были студенты. И у меня был такой случай, что мы даже сидели в главном офисе, там, Apple, Snapchat, Facebook, неважно, в крупных компаниях, где ребята сидели, сравнивали там наше софтверное решение и их софтверное решение, вот бок о бок, и не могли найти никакой разницы. При этом они это делали силой, там, 30 PHD, а у нас это делало, там, 3 человека, студенты МФТИ, к примеру. Поэтому в Америке знают, что мы классные инженеры, мы классно делаем продукт, но вот как только наш продукт, мы выходим за рамки продукта, начинаем продавать, общаться, вообще открываем рот, тогда начинаются проблемы. Вот именно вот эта вот особенность, то есть мы у нас с софтом, вот софтскилз, с продуктом проблем нет. С продуктом никаких. Возьмите финтех, у нас в России финтех. Ну, истории успеха все равно мало, да, соответственно. Очень мало. Хотя есть огромный, например, компания Veeam, Радмир Тимошов, но он тоже в своем позиционировании всегда пытался очень сильно избежать, что это российская компания. Это большой тренд, в российские компании стараются скрывать, что они российские. Вот, некоторым удается, но, скорее всего, вам вряд ли это удастся. Скорее, ну, люди не глупые, да, то есть мы все понимаем, что там Андрей это все-таки не, ну, там, что-то связанное с Россией. Вообще, изначально фаундеры, если взять там стартапы, например, большинство фаундеров это бывшие технари. Соответственно, это люди с техническим бэкграундом. Соответственно, изначально у них софтскилами хуже, чем с хардскилами. Поэтому, когда они приезжают общаться там с американскими VC, с фондами, с журналистами, неважно, вот появляется такой большой барьер, где они делают там ряд ошибок, которые приводят к тому, что люди боятся инвестировать. Они их не понимают. Да, мы говорим им абсолютно на разном языке. Вот очень простой пример, как, например, не ошибиться при общении с американцами. Если вы выходите на американский рынок или общаетесь с любым американцем, с компанией, с фондом, неважно, вы слышите фидбэк что-то вроде классно, amazing, super cool. Мы такие думаем, круто, мы сделали там великий продукт, да? На самом деле нет, amazing, cool это что-то типа, ну, окей. Для них, для американцев давать фидбэк на уровне классно, это что-то вот типа обыденное. Люди не хотят друг друга обижать. У нас нормально, ты приходишь в фонд, показываешь продукт, тебе говорят, не, типа, неинтересно. Да. То есть это прям цитата или вы делаете вообще фигню. То есть тебе прям в лицо говорят то, что ты… А потом, когда эти же люди приезжают в Америку и слышат amazing, они думают, что все, я тут мир поменял, хотя на самом деле это тот же фидбэк. Вот. Мы просто говорим культурно на разных уровнях. Да. Чуть по-другому. И что с этим делать? Вот. Первый вот, интересно, какие есть интересные вот практические кейсы, когда компании, ну, во-первых, начнем с позиционирования, да? Как себя позиционировать? Например, ВИМ, они выбрали, они открыли швейцарский офис, у них вся разработка была в России какое-то время, но они показывали себя как европейская сначала компания, да? Потом они даже потом взяли большой фонд американский. Ну, сейчас этот фонд вообще полностью купил компанию. И потому что половина топ-500 компаний американских пользуются технологией, и это как бы было более безопасно. На самом деле у нас это вообще весь процесс там построения компании с юридической точки зрения уже как-то прям на поток выстроен. То есть если ты хочешь сделать стартап глобальный, ты открываешь компанию в Америке, в Деловере, скорее всего, да. Есть юристы, которые это делают там за несколько сотен долларов, это не очень дорого, и вся IP, так называемая интеллектуальная собственность, должна быть там. Да, ты можешь потом в России открыть ООО, сделать ООО дочерней компании американской, нанять сотрудников, пожалуйста, никто не мешает, у нас очень классные разработчики, которые стоят в 10 раз дешевле, чем те же разработчики в США. То есть структура должна быть такая. Ни один фонд, ни одна компания не будет вкладывать деньги в ООО, но это очевидно, потому что вот IP должен быть в США. Все сделки, покупки, МНА, инвестиции, все проводится через американскую компанию. Но если у вас уже, например, есть ООО, вы уже оперируете, работаете, у вас есть продукт, и вы, например, ищете там американского инвестора или партнера, вам все равно придется открыть. Или даже выход, просто выход на американский рынок. Вот у меня сейчас тоже друг спрашивает, у него продукт релевантный для Америки. Он говорит, я хочу выходить, я могу отсюда им продавать, но вряд ли они будут переводить деньги, международные переводы. Конечно. Сильно усложняют. Он говорит, нужно мне американское юрлицо или не нужно? Да, скорее всего нужно. Опять же, все зависит от того, что это за продукт. Вот. Но, конечно, представьте себе, американцы, они достаточно такой, ну, народ, который... У меня вот просто конкретный пример приведу. Я очень много нанимаю американских подрядчиков, и когда я им, например, скидываю российские реквизиты, они вообще отказываются напрочь работать. Ну, то есть, вот. Поэтому, очевидно, если вы хотите оперировать за рубежом, в каждой, там, в Америке, например, 100%, вам нужно американское юрлицо. Вот. Ну, а куда без этого? Вы должны... Ну, и вообще такая история компании должна быть. Ну, если, например, если компания еще нигде не... она должна сразу... Вот мы работаем на глобальный... У нас есть технологии, у нас есть продукт, да. Вот мы готовы работать с любыми клиентами, да. Соответственно, если там в примере клиентов сразу стоит, там, Билайн, Сбербанк, или там какие-то... Это уже для них незнакомые логотипы какие-то, да? На самом деле они знают. Они знают и Яндекс, они знают Милру. Но задача прийти продать в Яндекс или в Милру, или прийти продать в Амазон и Фейсбук сильно отличается. Там взять Fortune 500 компании, выстроить Sales Pipeline, когда у тебя сотрудники могут прийти или в холодную, или в теплую, неважно, и продать продукт вот этим компаниям, это абсолютно другой процесс. Ни один Sales, который продает в Яндекс, если у него нет опыта продавать Fortune 500, он не сможет этого сделать. И вообще большая проблема B2B SaaS компании в России в том, что у нас просто нет Sales. Если вы таких знаете, пожалуйста, засылайте. Но они часто думают в Америке кто-то за нас будет продавать наш продукт. Они очень долго ищут человека, кто за них будет продавать. Это тоже на самом деле так многие делают, но обычно ничего хорошего из этого не выходит. Скорее всего вы просто окажетесь в один момент в той ситуации, что вам придется все-таки заплатить и нанять местного Sales'а или взять какого-то Sales'а, который в будущем станет Sales' директором вашей компании, который будет драйвить именно американские продажи, потому что по-другому никак. Мы общаемся вообще на другом языке. Вот опять же язык можно выучить, но вот культурные особенности… А самые умные люди, кто уже даже в Forbes 200 мира входят, как Давид Янг, например, да, он сейчас строит ИВА и сам занимается продажами. И он ежедневно сидит и делает 3-4 раза питч в своей компании. Такие фаундеры есть. Ему он не считает это как бы непродуктивное проведение времени, он считает, что самое создание ценности, самое ценное, что он может сделать со своим временем, это самому продавать. Слушай, но это фаундер, который может продавать. Большинство фаундеров они не могут продавать. People.ai, например, очень классный стартап, один из лучших выпускников Y-комбинейтера, Олег Рогинский, он может прийти и продать. Но много ли ребят, которые там CEO роль занимают и которые могут продавать? Ну, и очень мало. А что им тогда делать? Им нужно иметь сооснователя хотя бы, кто может продавать. Либо просто хорошего селза, да. Обычно, если ты технический фаундер, то есть у тебя технические скиллы, ты стараешься взять себе нетехнического фаундера, который будет отвечать там за рост, продвижение. Вот. Либо если ты такой весь визионер за продукт, за vision, ты берешь себе CTO в кофаундеры. Вот. Но никто не мешает взять селза. У нас рынок, вообще в Америке тоже, настолько перегрет стартапами, настолько стартапы везде. Каждый хочет делать стартап, каждый хочет работать в стартапе. Есть огромное количество людей, которые 10 лет там в Амазоне работают, но они с удовольствием пойдут в классный стартап, если у них классный продукт, они в него поверили. И даже с некой такой даунгрейдом в зарплате. Ну, там есть опционная, конечно, политика, но очень много, поверьте, ребят, готовы работать в стартапе, готовы показывать рост, если у вас интересный продукт. Это, кстати, и касается российских компаний. Я знаю огромное количество стартапов, где сотрудники на протяжении полутора-двух лет вообще работают бесплатно. Ну, то есть приходишь к сотрудникам и говоришь, ребят, мы делаем офигенный продукт. Мы точно поменяем мир или там поменяем вот это, вот это, вот это. Мы сделаем новый продукт. Вы можете быть либо с нами, либо без нас. Если вы с нами, мы прямо сейчас и здесь не можем вам дать денег, у нас их нет. Но мы обязательно постараемся силой всей команды, привлечем деньги через год, и тогда каждый из вас получит зарплату, опцион, долю в компании, третья, десятая, и мы будем вместе в одной парадигме развиваться. Это очень популярная модель в России, и это работает. Да, это работает. При этом в целом, если ты, например, ищешь себе кофаундера, скорее всего ты хочешь нанять человека, который там не пришел денег заработать и уйти, а который готов все-таки себя посвятить процессу, продукту. Ты ищешь людей, ориентированных на результат. Мне кажется, это самое основное. Которому интересно. Иногда люди даже готовы и деньги вложить, и работать. Конечно, такое тоже бывает. Я знаю про кейсы, когда инвесторы-ангелы вкладывали 100 тысяч, 200 тысяч долларов, и потом им было настолько интересно компания, что они сами приходили и два года помогали продавать. Это все реальные кейсы, если есть хороший продукт. Но все равно страшно, это где-то далеко. Это где-то далеко. Несмотря на то, что у нас сейчас зум и удаленный. Сейчас все-таки намного легче воспринимается. Раньше в Silicon Valley все гуляли утром со своими собачками, о чем-то договаривались, какие-то были инсайдерские. Много мероприятий. Сейчас все через зум и стало намного легче пить. Но тем не менее, даже несмотря на это, все-таки сложно о себе заявить. Рынок очень большой. Иногда здесь все понятно, ты всех знаешь. Как все-таки заявить? Предположим, что у тебя есть сервис-команда, есть продукт. Тебя никто не знает. Есть ли у тебя продукт, который требует именно пиар, который требует объяснений, чтобы люди читали, чтобы это тоже некое было заявление качества и так далее. Раньше что делали? Раньше писали пресс-релиз. Мы выпустили такой продукт. Потом рассылали это по какой-то базе журналистов. Иногда нанимали пиар-агентства, у которых связи есть, чтобы они рассылали. Но по какой-то момент это стало очень плохо работать. Ну, в принципе. Ты знаешь, если есть классный продукт, но у вас нет продаж, есть классные ребята, вот, например, Accelerator Plug & Play, они не берут equity, то есть вы им долю не даете. Они по сути что делают? Берут вас как команду, как продукт, связывают с очень крупными корпорациями в США. То есть корпорации в США, они достаточно медленные, такие огромные. Но в каждой корпорации есть ребята, которые там, например, недавно пришли на работу, они должны сделать что-то классное, заявить о себе. И вот они ищут, ходят по рынку классные стартапы, классные продукты, чтобы интегрировать, получить там какую-то оптимизацию, сохранить там денег компании, и тем самым они как бы делают себе карьеру, да. Вот есть Plug & Play, который берет вас, соединяет с огромным количеством корпораций. То есть это уже для вас выход там, ну, в американский рынок. Вы можете прийти, пообщаться и продать. Это работает. Хороший путь. И когда вы уже, например, там имеете что-то, какое-то партнерство, продажи, вы идете в СМИ и заявляете о себе. Но как это сделать, конечно, это отдельная история. Журналисты в Америке, если взять, например, среднестатистического там журналиста, хорошего в Америке, ему в день поступают 800 писем примерно на почту. То есть ты представляешь 800 писем, и, соответственно, что происходит в голове вообще у журналиста? У него есть KPI. То есть он должен сделать, например, энное количество публикаций в месяц. Соответственно, его задача найти из вот этих 800 писем те продукты, те компании, написав, про которые он потратит меньше времени. Ну, логично, да? Соответственно, если вы ему пишете, вас никто не знает, у вас нет продаж, соответственно, ему, чтобы сесть и изучить ваш продукт, вникнуть, сделать с вами интервью, нужно очень много времени. Ему легче там про Google написать или там про стартап, который там 30 миллионов привлек. Соответственно, тут, как и в спорте, мы ищем уже какие-то нестандартные подходы. У меня есть много кейсов, когда на журналистов удавалось выходить так нестандартно. Один из них, к примеру, есть очень классный журналист в USA Today, очень классный дядька, который пишет про стартапы, делает подкасты и видео снимает. Топовый. Но у него там в Фейсбуке даже, по-моему, 50 тысяч подписчиков. Я представляю, что у него там на почте творится. Но изучив человека, я понял, например, что он каждое утро в 6 утра в Лос-Анджелесе ездит на один и тот же пирс на Манхэттене и делает фотографию. Ну вот у него хобби такое. Соответственно, никакого труда для меня, как человека, который пытается на него выйти, взять камеру, приехать на пирс. Через 3 дня я его там встретил. То есть просто. А американцы, они очень открытый народ. У нас встретить прохожего, например, в России на улице и 3 часа с ним проболтать кажется просто абсурдом. Но в Америке это очень легко. Соответственно, я пришел с камерой, такой, о, здрасте, тоже снимать восход, да, я тоже, классно. Что делаешь? А я там стартапер, о, а я журналист. Вот так вот сложился диалог, и в итоге мы как-то сконнектились, подружились в Фейсбуке, и этот человек уже написал, наверное, статей 20 про все мои дальнейшие компании. То есть, опять же, нестандартный подход работает. Второй пример, мой самый, наверное, такой громкий кейс, это New York Times, но это такое медиа, которое для многих пиарщиков, продуктов из России считается прям вышкой. То есть, если ты попал в New York Times, это такая, знаешь, ачивка. Вот, был очень классный журналист, но он как-то вот совсем не хотел про нас писать. Мы вот вроде общались, давали ему эксклюзивы, пичили продукт, но не хотел. В итоге, что я сделал? Я взял абсолютно другого журналиста, тоже, который писал про тек, про стартапы. Я, соответственно, просто потратил недели-две на то, чтобы изучить вообще человека, чем он интересуется, на кого он подписан в соцсетях, какие у него там e-mail рассылки, куда он ходит, с кем бывает. Собственно, изучив вот этих людей, которые окружают журналиста, я пропичивал призму. Соответственно, это был кейс как раз с призмой. Я вот призму продал, получается, всему ему окружению через таргетированную рекламу, через там инстаграм, как угодно. И в итоге через месяц он мне написал на почту, что ты знаешь, в один момент резко все мое окружение начало пользоваться призмой. Давай-ка мы с тобой пообщаемся. Вот. То есть это был такой заход на… Да, прям. Ну, такой, да. То есть, как это… Многие называют это сталкингом. Сталкинг – это когда вы преследуете журналистов. Вообще этот термин появился в таком более политизированном формате, когда там политические журналисты их там запугивают. Но если вы берете данные из открытых источников, если у человека открыт инстаграм или открыт фейсбук, ну, я же не покупаю данные, я просто зашел и посмотрел. Вот. Это легально. Это хороший кейс. Медиа… В медиа можно попасть, если вы говорите с ними на одном языке. Вот. Там ключевая валюта, насколько я понимаю, это история, да. Они… Вот если я ставлюсь на место журналиста, они всегда в поиске story, да. Им нужно story. Абсолютно. И чем более необычную… Есть классическая история из грязи к князю, да, там вот это self-made, вот это вечная история. Конечно. Но есть story, какие-то интересные, вот 150 миллионов скачивания за там 10 дней или там… Ну, это тоже история, да, что-то там интересное, какое-то невероятное. Это, это то, что им нужно. Они всегда в поиске story. Как-то… Ну, понятно, что есть у нас невероятные истории, но некоторые люди создают их, как бы… Конечно. Ну, какие-то новостные поводы, да, что-то интересное, придумывают какое-то событие, подарок какой-то необычный. Конечно. Каждый журналист на самом деле человек в первую очередь. То есть у него есть определенный набор хобби и интересов, которые ему интересны, которые он считает также будут интересны и читателям. Соответственно, задача наша не просто продать там продукт журналисту, а донести до журналиста тот факт, что вашим читателям это интересно. Есть некий набор первичных факторов, на которые смотрит журналист. Это раунды инвестиций, это фаундеры, кто такие, что они привлекли. Это самое стандартное, но мне кажется, это даже уже сильно, вот сейчас столько этих раундов, что ну, привлек ты там 5 миллионов, это проскочит просто как за 2 минуты это где-то будет в каком-то фиде и исчезнет просто так. Конечно. Ты знаешь, в последнее время все сводится иногда, когда вы привлекаете действительно значимый раунд, все сводится не к тому, чтобы про вас написали, потому что скорее всего про вас напишут, ну, потому что вы привлекли раунд, надо написать. Все сводится к тому, чтобы материал был хороший, чтобы там были ваши фотографии фаундеров, чтобы там фоточки из офиса, какие-то скриншоты продуктов, чтобы это был действительно такой объемный аналитический материал, нежели там копипаст пресс-релиза, который вы, например, отправили. Это тоже большая задача. Здесь уже работает правильный выбор автора. На самом деле пиарщик перед тем, как прийти там пичить какой-то продукт, он там целый месяц ресерчит. Он изучает конкретно журналистов, что им надо. Одному нужны там циферки, какие-то данные по рынку. Ты можешь к нему прийти даже с циферками там, например. Циферками просто так все говорят. По России это тоже интересно. То, что все говорят России, это никому не интересно, это на самом деле не так. Вообще мы как фаундеры, пиарщики, продукты, мы сами делаем себе плохо. Мы сами делаем так, что они на нас не обращают внимания. Мы сами этому виной. Мы приходим к журналистам и врем. Он спрашивает нас, какая у вас выручка. Мы говорим там не N, а там N умножить на 2. Потом это выясняется. И люди думают, что вот к нам пришли там проекты из России, нам врут. Зачем нам тратить время? Вот, например, недавний кейс, пришла компания, у них Forbes брал интервью, большое интервью. Но они там соврали в цифрах, и это потом выяснилось. Сейчас у Forbes вообще политика после этого случая, что они цифры проверяют. То есть если вы говорите, что у нас такая-то выручка, вас скорее всего попросят показать там банковские выписки или что-то. Ну, то есть вот мы сами виноваты. Еще один кейс это FaceApp. Возможно, ты, кстати, слышал про это приложение, которое там все в одно время в Фейсбуке постили, какой я молодой или старый. У них в свое время была проблема, что они вышли на американский рынок, и у них были проблемы с данными. То есть там до того дошло, что сенатор даже в Твиттере писал, что FaceApp надо запретить, потому что они собирают американские селфи и хранят их на российских серверах. Проблема? Проблема. Можно было решить? Можно было. Просто нужно было пообщаться с журналистами, рассказать, как есть на самом деле, как мы сделали там термс наш. Вообще продукт, который выходит, мы делаем сайт, у нас есть там правила пользования, да, terms of use, например. Что делают наши фаундеры? Они заходят, если у нас похожий продукт на Инстаграм, к примеру, заходят в Инстаграм, открывают термс, копируют, меняют Инстаграм на название нашего продукта и вперед, и думают, что все прекрасно. Ну, то есть мы сами на самом деле виноваты. Если бы наш фаундер делал каждый там степс изначально правильно, нанимал юриста, нормально общался с журналистом, не врал, делал классный продукт. А этому надо выделять то, что ты говоришь, это говорит, этому надо выделять большое внимание. Да, потому что фаундер, он обычно там продукт строит, много времени тратит, ему надо людей нанимать, много времени тратит, а потом, может быть, он занимается инвестициями, он делает себе файл, где все, и он тратит 3, 4, 10 месяцев, чтобы найти много, ну, по сути, то, что ты говоришь, что с коммуникациями, если для тебя это важно, надо практически так же делать. У тебя такой же target list, да, у тебя там sales force, занесены люди, ты их изучаешь, ты изучаешь их интересы. То же самое я постоянно говорю, когда ты ищешь инвестиции, то же самое надо делать. Это как бы большое, большое внимание. И это может сыграть разницу, да, вот я помню, вот ты как раз про Forbes сказал, в какой-то момент у нас была статья Forbes, потому что очень много там статей обычно, вот одна статья вышла Forbes, long read такой хороший, да, и к нам пришло просто 50 новых партнеров, вот 50, это ценность этого огромная, да, это было очень большой шаг для бизнеса, это одна статья. Вот как раз вот я часто вижу такую ошибку, не знаю, в твоем взгляде это ошибка или нет, очень многие стартапы или компании, они когда даже показывают, или маркетинг отчитывается о своей работе и так далее, у них очень много публикаций, там 10 листов всякой, но в основном это такие очень слабые публикации, которые, сайты, сборщики, на которых там 10 тысяч, а вот образно говоря какой-то, я помню, у меня был long read в Economist, это было просто, я не знаю, мне со всего мира прилетели, мне, наверное, человек 100 написало, что они прочитали это, это были такие, или там, на что лучше, вот это реально добыча там, New York Times, да, или там long read Forbes, или что-то такое, лучше на это сосредоточиться, или все-таки spray and pray, какой-то там большой размах? Ты знаешь, если, если компания хочет получить результат, тогда нужно метить в tier 1 медиа, но тот же техкранч, например, является некой такой, опять же, ачивкой для наших фаундеров, считается, что если ты попал в техкранч, все у тебя хорошо, ты как бы recognizable, про тебя знают, уважают, вот, конечно, есть огромное количество tier 2 медиа, поменьше, но они, соответственно, не дают тот ожидаемый результат. У нас как работает? Фаундеры идут, нанимают PR-агентство, в Америке это в средний человек там 15, 10, 15 тысяч долларов в месяц, и минимальный срок, на который ты подписываешься, это 2-3 месяца. Соответственно, вы там 40 тысяч, например, долларов отдали, а будет ли результат, никто не знает, потому что там нет KPI. Это же тоже проблема. Тоже проблема. И, соответственно, даже если этот KPI, тот самый, это tier 2 медиа, скорее всего, вы ничего не получите. Поэтому в любом случае первый таргет это tier 1 медиа, конечно. Только там действительно сидят инвесторы, партнеры, C-level ребята из разных корпораций, которые читают. Да, первое, что вы делаете, это смотрите на tier 1. Если у вас совсем никак не получается выйти в tier 1, тогда вы можете себе позволить какие-то посевы, tier 2 истории, которые в будущем будут гуглиться и с ними вы можете потом в будущем заходить в tier 1. Получается, это большое достижение, да, образа, когда там сделать так, чтобы ты попал там. Это потом тебе помогает в том числе в продажах, да? Абсолютно. Ты всегда можешь ссылку прислать про нас, там везде, это такое доверие сразу, да? Конечно. Во-первых, эту историю сразу же вывешивать на сайт и в том же B2B SaaS, например, очень сильно влияет, написал ли про вас, например, этих кранч. Если да, то даже там ребята, которые сидят в корпорациях, они относятся к тебе уже по-другому. Вот, про тебя написал тех кранч, значит, ты уже чего-то стоишь, значит, это не просто пустышка. Есть же очень много компаний пустышек без продукта. У них очень классный фронтенд, классный сайт, классные продажи, но когда дело доходит до продукта, все не очень. Соответственно, тех кранч и разные tier 1 медиа это некая такая ступень к будущим партнерствам. Плюс у всего этого имеется такая, знаете, такая долгая как бы роль. Маркетинг он быстрый. Ты вот купил пользователя, получил. Пиар это такая длинная история. Но вот статья вышла, ее никто не удалит. Она будет давать вам вес все больше и больше со временем. Поэтому в это нужно идти, это нужно делать, но только с умом, опять же. Если фаундер сам решает общаться с журналистами, сам решает идти пичить, то неплохо было бы хотя бы, чтобы он нанял пиарщика в качестве консультанта, чтобы просто ему помогли избежать каких-то проблем. А какой уровень английского должен быть минимальный, потому что многие считают, что не знают русский, но де-факто вообще не получается какой-то... Да, да, да. Если мы говорим про маркетологов и пиарщиков, которые общаются с медиа, то это должен быть хороший уровень. То есть это примерно advanced, как минимум advanced, C1. Если мы говорим про фаундеров, на самом деле, главное, чтобы тебя поняли. Нет такого, если вы говорите так, что вас понимают и вы понимаете, вообще не важен уровень английского на самом деле. это тоже большой стереотип. Люди думают, что я там плохо говорю, пожалуйста, поговори там, ты за меня или там я найму человека. Некоторые фаундеры даже нанимают других людей, которые представляются CEO и потом просто на каких-то элементарных вопросах просто зарываются. Это неправильно. Надо самому общаться, надо выстраивать свой бренд, надо писать в Twitter. Номер один соцсеть в США, это Twitter все-таки, если мы делаем такую репутационную историю. Опять же в стартапах. Там все инвесторы, все партнеры, все C-levelы из корпорации. Это 100% нужно делать самому. Здесь не нужен большой английский язык, здесь не нужны связи. Twitter у многих журналистов открыт, можно просто написать и они прочитают. Вот. Просто нужно делать. Это реально проблема. Где-то я уже это слышу. Да, это проблема большинства людей в принципе. Люди боятся делать, люди боятся писать. Люди думают, что если я напишу инвестору на почте, мир это где-то далеко, какой-то интересный мир. Конечно. Вдруг я напишу инвестору, а ему там, он подумает, что я навязываюсь, например. Come on. Надо просто брать, писать, а там что будет, то будет. Есть огромный, я, например, я в прошлом году продал стартап индийский, американской корпорации. И founder, в общем, вся сделка сложилась благодаря только тому, что founder написал корпоративному менеджеру одной из корпораций в Америке. Ребята, вы классные, мы классные, мне кажется, что мы вместе будем делать мир еще лучше. Пожалуйста, обратите внимание на нас. Через месяц они все вопросы решили, вышли на сделку по acquisition, то есть он просто взял и написал. Там есть на самом деле еще более крутая история. Как только они вроде как договорились о ценнике, вообще как покупают американские компании? В строгом секрете, то есть ничего никогда не должно утекать в СМИ. Если американская компания пришла купить ваш стартап и вы пошли и рассказали про это медиа, скорее всего, никакой сделки не будет, потому что так, в принципе, не делается. Но мы как пиарщики как бы хитрые люди. Что я сделал? В общем, узнав про то, что вот у них там сделка, я там был адвайзером, сделка была там в районе 40 миллионов долларов, ну вроде как не очень много, но вроде как и немало, да, то есть хороший экзит, в принципе. И из-за того, что они общались только с одной компанией, мне в общем пришла идея в голову позвонить одному знакомому журналисту, рассказать про эту сделку, но договориться с журналистом, чтобы он, если будет писать материал, чтобы он не упоминал никаким образом нашу компанию, вот эту компанию, не меня, то есть я как бы получается отдал ему материал как источник анонимный, а он с этим материалом может сделать что угодно. Так вот, чтобы вышла статья, ему нужно где-нибудь найти источник, который подтвердит эту информацию и сделать статью. И соответственно, что сделал журналист? Написал администратору на ресепшене вот этой компании и спросил, видели ли вы вот ребята из этой компании или может они к вам приходили? Получил положительный ответ, вышла статья, соответственно, мы никаким боком не упоминались и не должны были упоминаться. И что получилось? Так как мы не были виной как бы вот этой статьи, виной вот этой статьи получилась сама компания, сами девочки, которые сидели на ресепшене. Да, да, да. Ну, это на самом деле не факт, вот там же не было имен, там просто был источник в компании, а кто он, никто не знает. И из-за того, что вышла статья, другие компании увидели, что происходит как бы какое-то какое-то движение в сторону аквизишена и конкуренты этой компании пришли торговаться с нашей компанией. В общем, в итоге мы продали не за 40, а за 80. Вот. Невероятно. Вот эта стоимость, стоимость одной статьи. на самом деле это кейс вот прям на миллиард. Это прям, ну, это прям очень красивый кейс, я очень горжусь. Вот, такое бывает. Невероятно. Но бывают случаи, когда компания думает, что сейчас она пойдет к журналисту, что-нибудь расскажет и получит эффект. Эксклюзив часто дают. Вот сейчас до сих пор есть такая практика, дать им эксклюзив, но... Ты знаешь, да, конечно, каждый журналист хочет эксклюзив. Никто не хочет написать статью и окажется, что помимо тебя еще 10 журналистов написало. Каждый хочет эксклюзив. Если у вас, если, в общем, общение журналиста и пиарщика это такая прямая линия. И там как, знаешь, вот эти качели во дворе. Если кто-то перевесил, то второй ушел наверх. Тут абсолютно такая же история. Если вы в сильной стороне, вы где-то там сверху, соответственно, журналист снизу. Вы можете поднадавить и сказать, у меня классный материал, ты в любом сону, если вы понимаете, что журналист по-любому напишет, о никаких эксклюзивах речи быть не может. То есть мы закинем это в разные медиа, если у нас там покупка, классный раунд. Все про это напишут. Не хочешь писать, не пиши. Ну, как бы напишут другие в большом количестве. Но если вы понимаете, что никто писать не хочет, у вас и так слабая статья, конечно, изначально выходишь и говоришь, пытаешься продать это как там всячески упаковываешь, говоришь, это эксклюзив, только для тебя там по старой дружбе. Ну, а как еще? Это же тоже продажи в каком-то смысле слова. Есть стандартные там триггеры или истории это раунд или покупка или что-то. А если у человека нет сделки, да? Да. Какие истории еще любят? Кто-то key hire какой-то там, не знаю, какой-то важный или какой-то вход в рынок. Какие истории продаются хорошо? Продается хорошо то, чего никогда не было. К примеру, мы недавно питчили историю девчонки, которая из детдома, то есть ей 19 лет, она всю жизнь прожила в детдоме и в 19 лет сделала компанию. Пожалуйста. Никто не хотел писать, вообще никто. Мне скинули все материалы, которые они отсылали в медиа, но там ничего про это не указано не было. Мы просто добавили одно предложение и при нем написало 10, по-моему, 10 медиа и тир-1, и тир-2. Ну, то есть нужна какая-то изюминка. И мне кажется, не во всех продуктах, не во всех компаниях она есть. И если вы там приходите к пиарщику, платите ему деньги, это не значит, что про вас 100% выйдет статья, мы чего-то там найдем. Не всегда это получается. Но зачастую там в 50% случаев можно за что-то зацепиться. Вот опять же, в одной из моих, в одной из моих компаний там фаундеры очень сильно раньше увлекались играми. Это же классно. Человек, который там целый год потратил свои жизни на профессиональные игры, взял и сделал стартап. Соответственно, можно предположить, что навыки, скиллы, которые он получил, играя, помогли ему сделать стартап. Классная история? Классная. Это может быть интересно читателям? Может быть. То есть в первую очередь нужно думать не о журналисте, а о людях, которые будут читать. Если вам кажется, что это людям в принципе будет интересно, вы можете спросить 20 своих знакомых, если они говорят, что такая история интересна, можно идти, и пить эти продукты. Часто люди недооценивают, они думают, ну это все там, ну и так, на самом деле. Очень часто встречаю предпринимателей с фантастическими историями, которые читают, это просто там бытовая какая-то стандартная. Огромно. Американцы наоборот продают любую как бы там мелочь, как это действительно. Журналисты люди. Люди. Нужна эмоция. Как ты думаешь по поводу, ну мы сейчас обсуждали там New York Times, Forbes и так далее, Stick Ranch, новые медиа, да, соответственно. Есть YouTube-каналы, есть Twitter-аккаунты, есть Instagram'еры, у которых сейчас публикация, более широкий охват, существенно, да, там. Но они обычно не попадают в выборку людей, да, люди пытаются какие-то вот, мне кажется, там сейчас, например, какая-то там средняя статья в TechCrunch, но она будет намного меньше эффекта, меньше, чем если ты дашь интервью у какого-то обзорщика, там SaaS, там технологии, или кому-то дашь возможность что-то, это практикуется или это на самом деле ты знаешь, все сильно зависит от целей и целевой аудитории. Если приходит компания и говорит, там, нам нужны инвестиции, то это точно TechCrunch, это точно VentureBit. Если компания приходит и говорит, нам нужны пользователи, то это точно не TechCrunch и точно не VentureBit. Скорее всего, это как раз YouTube-каналы, это Instagram-блогеры, то есть все зависит от целей. Блогеров сильно недооценивают, даже TikTok, TikTok-блогеры, они стоят копейки, если сравнивать с Instagram, но зачастую они драйвят настолько огромные результаты, если у вас B2C-продукт, просто, ну, ошеломляюще, ну, серьезно. Мы недавно сделали интеграцию с TikTok-блогером, заплатили ему 4000 долларов, сколько это получается, там, под 300 тысяч рублей, грубо говоря, и в итоге он принес компании порядка 5 миллионов пользователей. 5 миллионов пользователей за 300 тысяч рублей любому маркетологу расскажи, он просто с ума сойдет. Чувак что сделал? Очень классный, там, ему лет 16, наверное, он просто взял и запустил челлендж классный в TikTok-е и сказал, что там среди всех, кто в итоге там скачает это приложение и запустит, там, выложит свой ролик с челленджем, в итоге он там, я не помню, суть в чем была, но что-то подарит. 5 миллионов, пожалуйста, там, просто все в вирусе. 300 тысяч рублей. А где можно вообще такие кейсы читать, образ говоря, если сейчас кто-то слушает и думает, я хотел бы вот такие кейсы находить, пиар кейсы, маркетинг кейсы, какие есть источники, где такие описаны, вот. Ты знаешь, каждый там делится, где может, да, вот мы сейчас с тобой болтаем, вот вам кейс, например, вот, кто-то ведет там инстаграм-блог, кто-то рассказывает, у меня небольшой телеграм-канал, например, ну, то есть каждый из индустрии делится своим опытом там, где ему кажется удобнее, вот. Ты, например, на ютубе, в инстаграме, да, то есть нет такой определенной одной площадки, где вы зайдете и будете читать кейсы, такого, к сожалению, нет. Если вам нравится конкретный специалист, человек, вы просто подписывайтесь на него, пытаетесь, ну, вот, к сожалению, такого нет. Есть классные имейл-рассылки, есть там определенные нишевые сайты, типа Коса.ру, например, где про маркетинг, про пиар, но вот такого, скорее всего, вот, чтобы вы зашли и прочитали огромные количества, такого нет, конечно. Надо копать. Копать, конечно. Надо общаться с людьми и строить нетворк, вот, смотреть, что в принципе происходит, анализировать. Огромное количество наших кейсов за рубежом, это кейсы, которые можно сесть, изучить, вынести оттуда 20 уроков, которые нужно освоить и 20 вещей, которых не нужно делать. Это уже достаточно, чтобы в принципе в будущем ошибаться меньше. Очень круто. Большая, большая такая история. Я очень рад, что ты вернулся в Россию. Может быть, расскажешь, почему все-таки Калифорния, Нью-Йорк, ты жил и в Сан-Франциско, и в Лос-Анджелес, ты в самых... сейчас мы с семьей сделали собрание семейное и решили, что Москва все-таки, да, Москва. Ты знаешь, я не могу сказать, что я прям жил в США, то есть я вот скорее вот в режиме то Россия, то Москва, то США, а то еще что-то. Но в определенный момент времени, когда пришлось, там с женой сели, подумали, пора бы выбрать уже, что мы хотим. Где корни пустить, Да, да, но нужно же задумываться, там дети, еще что-то, надо выбрать. И просто в один момент оказалось, что жить комфортнее для нас в Москве намного намного лучше, чем там в той же Америке. То есть мы пробовали, например, Сан-Франциско, что мне не нравится, там очень все завязано вокруг работы, то есть там в кафе заходишь, все в ноутбуках, там есть Стэнфорд-авеню и там кампус Стэнфорда, где можно погулять. Ну, наверное, на этом все. Есть Лос-Анджелес, но там нет эти тусовки. Нет театров, нет классической музыки, нет очень, ну, концерты еще есть. Можно найти, но это вот, то есть, можно назвать там большой деревней. А тут уже все уезжают почему-то такой тренд. Там деньги, там инвестиции, там деньги, там партнеры, компании. Люди, которые хотят делать бизнес, конечно, им, наверное, стоит туда уехать. Особенно, если это какая-то поздняя стадия. Если вы там привлекаете сид, присед, можете быть где угодно. Но если речь заходит о Series A, вы должны сидеть прям чуть ли не рядом через дорогу от инвесторов. Это очень важно. Люди туда рвутся огромным количеством, особенно вот Дудь, например, снял замечательный фильм про Долину. Но это такой фильм очень популяристический, там ни одного минуса, наверное, Долины. Наверное, и целей не было таких, но у каждого места есть огромное количество минусов. Вот. И Долина не лучшее место. Мы пробовали Лос-Анджелес. В Лос-Анджелесе классно жить. Там вся киноиндустрия, там, но там очень мало, очень мало вот этого бизнеса. Вам за него от пожары постоянные были, пока вот там? Да-да-да-да. Ну, вообще, Калифорния любит в ноябре каждый год гореть, и люди ищут, куда бы переехать. Вот. Плюс там очень плохо с общественным транспортом в Лос-Анджелесе. То есть там надо на машине гонять. Очень большой, там, Лос-Анджелес-эре, если взять там все, вообще просто. Нью-Йорк очень классный, особенно пригород Нью-Йорка. Пригород Нью-Йорка вот к к северо-востоку, например, вообще классный. Ну, серьезно. Там очень комфортно жить, но там опять же нет вот этой тусовки айтишной, рабочей. То есть везде какие-то компромиссы. В Москве есть все. Да. Ты классно живешь? Ну, понятно, есть какие-то геополитические там истории, есть там климат, например. Вот сейчас там сугробы, да, ну, то есть. Но в общем и целом в Москве очень комфортно жить. Самое главное это люди. Люди вообще вот номер один. Ну, то есть причина, конечно, самая первая, самая главная причина это люди. У нас, ну, все по-другому, конечно. Здорово. В Москве очень хорошо. Рад, чтобы принять такое решение. Да, спасибо. Я уверен, ты сейчас найдешь себе здесь много новых миссий, которыми можно заниматься. Спасибо, что делишься своей практикой. Очень интересные кейсы у вас. У тебя уже три стартапа после ухода из Mail.ru, да, Dash.ai тоже сейчас супертренд, я думаю. Мне кажется, что следующий большой тренд будет голос. Мы видим сейчас Clubhouse запустился вот буквально, да, но голос, голос это что-то неизведанное. То есть раньше вот там тот же искусственный интеллект применяли к фото, к видео, даже призму, например. Мы были первые, кто нейросети вообще портировал на мобильный телефон. То есть все это делали, используя огромное количество серверов до нас. Мне кажется, the next big thing, как говорят, это голос. Вот что делает Даша, она просто... Мне все пишут, что у меня как бы проблемы с голосом периодически. Серьезно? Даша просто приходит в компанию и говорит, ребята, у вас есть колл-центр, там работает 300 человек, мы можем сделать так, чтобы там работало 100 человек и при этом сократим ваши расходы. И Даша, например, это полноценный голосовой искусственный интеллект. Например, есть классный кейс альфа-страхование. Если ты, например, пользуешься альфа-страхованием, у тебя ОСАГО или КАСКО. Вот когда он заканчивается, звонит Даша, представляется сотрудником компании, предлагает продлить, в общем, говорит о каких-то скидках. И если посмотреть на конверсии, бизнес-результаты и метрики, то она перформит примерно на том же уровне, как реальный человек, если не лучше. При этом обходится компания намного дешевле. Вот. Это же классно, это оптимизация. За этим вообще будущее. И что самое удивительное, Даша проходит условный тест Тьюринга в 15 сценариях. То есть вы не можете отличить Дашу от робота. Что самое удивительное, у нас же в России много спама. Люди звонят там, особенно банковский спам. Вот вы берете телефон и слышите, что это робот. Он говорит неестественно. Вот с Дашей все по-другому. Она умеет перебивать, она мычит, экает. То есть она, ей присущи все недостатки человеческой речи. Это реально крутая история. Google, например, тоже проходит тест Тьюринга, но в одном сценарии. Они могут звучать, как человек, когда букают столик в ресторане. А Даша делает это в 15 сценариях. Соответственно, классная технология работает и на русском языке, и на английском. Есть клиенты и там, и там. Остается просто подписывать все больше клиентов, расти, расти. Вот. Это уже такая фронтендная работа. Вот. Потому что технология классная. И таких продуктов в России огромное количество. У нас крутейшие люди, крутейшие технологии, но продаем их очень плохо. Поэтому мы сделали это видео. Надеюсь, ребята все взяли для себя какие-то идеи, вооружения. Конечно, это очень глубокая тема. Надо каждый кейс индивидуально разбирать, но очень много советов. Спасибо тебе огромное за твое время. Спасибо тебе, что вытащил зал. До свидания. Потом через год посмотрим на нового. Ребята, напишите обязательно. Да. Через год посмотрим на, как ты сам себя сделал. Это же тоже твоя визитная карта, твое тело. Конечно, абсолютно. Представляешь себе? Конечно. Действительно, вот я там в Англию приехал, тоже с фондом встречался. А там один из партнеров, он гребец. Да. И он на самом деле видел мои результаты, и он знал про меня, и когда я пришел, у него уже было самое максимальное уважение, и мы там сразу договорились, а все. Мы говорили только про греблю, а в конце просто сделали сделку. Класс. Слушай, я бы, наверное, добавил про корпорации. Мы вот говорили в разрезе стартапов, но коммуникация на самом деле имеет огромную роль и для корпораций, неважно, российских или зарубежных. Взять пиар-директоров, например, в крупных компаниях, что они делают? Они, во-первых, в России индустрия коммуникации настолько сложилась однобокой, что у нас пиарщики, коммуникаторы любят, например, тушить пожары. Вот возникла кризисная ситуация, мы такие бежим, сейчас мы там разрулим. Но по-хорошему как должно быть? Все меры должны быть превентивные. В Америке, например, люди предотвращают пожары. Вся бизнес-структура, вся работа вертикали коммуникации работает на то, чтобы кризисов не возникало. Соответственно, вот есть огромное количество вещей именно в коммуникации в целом, которые мы можем принимать из США, из Запада. Мне кажется, что в целом рынок нашей коммуникации отстает где-то на год. и есть огромное поле для творчества, как для корпораций, так и для стартапов. Нужно просто смотреть, как это работает у них и просто перенимать. Потому что наши коммуникаторы, они заканчивают наши университеты, где, скорее всего, этому не учат. Скорее всего, там преподаватель сам это не практикует. Вот, чтобы вообще в целом для образования большая боль на самом деле. Просто я поучился много где, и в Москве, в Иниязе, у меня вообще переводческая. Очень устарели все знания. Реально. Мир слишком быстро изменился. Очень быстро меняется. Да, получается. Получается, можно учиться только в практике. Абсолютно. Абсолютно. Любой человек, который там два года поработает в коммуникации, будет востребован больше, чем человек, который 10 лет учился. Вот. Поэтому ниша на самом деле поле непаханное. То, что можно у нас там делать. В России, даже в России. Просто берите и делайте. Пишите обязательно, почему вы смотрите Оскара и канал. Какой value это вам дает. и как вы стали лучше, смотря этот канал. Как-то так. Броуфист.